Сегодня у нас с вами будет такое чисто болтологическое видео, потому что поднакопилось довольно много вопросов и в целом как бы я хотела с вами поделиться тем, что происходит у меня сейчас на канале, что происходит в плане работы, то есть какие планы, то есть вот такое вот все вот хотелось бы сегодня с вами обсудить. И давайте, так как я знаю, что скорее всего видео получится достаточно длинным, давайте сразу приступать. Я тут подготовила себе такой список, о чем хочу поговорить и первое, о чем я хотела бы поговорить, потому что это очень классная новость, это о Simplum. Simplum, если вы не знаете, это мой проект по совместным закупкам за рубежом, я не буду сильно распространяться на эту тему, все, что вам может понадобиться в плане понимания того, что это за проект, есть всегда в описании под моими видео. Так вот, хотелось бы остановиться именно на новости, которые я хотела бы с вами поделиться. В Simplum сейчас очень сильно снизилась стоимость доставки и это просто вообще офигенная новость, потому что раньше в большинстве магазинов, как считалось, доставка считалась от 4 до 6 долларов за каждый товар. Сейчас все изменилось и сейчас вы будете платить 6 долларов за 1 килограмм и это на самом деле огромная разница, потому что раньше было невыгодно заказывать, например, даже те же 3 помады, да, вы хотите заказать и за 3 помады доставка уже конкретно так добавляет вообще к стоимости вашего заказа. А сейчас вы можете заказать 10 помад, например, или 10 каких-то мелких вещей, там многие спрашивали про детские вещи, про какие-то мелкие там тенюшки, там еще чего-то, ну то есть килограмм вот косметики или килограмм мелких вещей, это достаточно много как бы в объем, килограмм можно вместить. И вот сейчас покупая там 10-20 помад, вы платите всего лишь 6 долларов за доставку, по-моему, это очень крутые новости, я безумно этому рада, безумно этим горжусь достижением для Симплум. И опять-таки скажу, что это не правило такое как бы для всех магазинов, то есть это в основном для тех магазинов, которые не доставляют напрямую в Украину или в другие страны СНГ, но если вы хотите точно узнать, какие будут условия доставки, то выбирая магазин, вот как бы вы выбрали магазин, смотрите его описание и внизу таблица есть, там все вообще расписано полностью, какие условия доставки, какие сроки доставки, в общем-то все полностью расписано и конечно же я не убираю все бонусы, такие как разделение доставки между покупателями, вы можете пользоваться всеми акциями, скидками, которые есть на сайте, я стараюсь максимально все эти акции, скидки, какие-то самые интересные публиковать в группе Симплум, но даже если в Симплум нет опубликованного кода на скидку, то вы можете обратиться там по имейлу, написать, что вот я хочу купить на сайте, ну к примеру там Мак, а у них сейчас там такая-то скидка, например, вот я хочу, чтобы вы помогли мне либо оформить заказ, либо сделали купон на вот эту акцию, то есть если вы это напишите, вам 100% это сделают, поэтому как бы не стесняйтесь, проект растет, я им очень довольна, вообще все очень классно, клиенты замечательные, я вам хочу выразить тоже огромную благодарность, если вы обращались за услугами, в общем-то, этого проекта, в общем-то спасибо вам большое, движемся дальше, я уверена, что дальше будет еще выгоднее и лучше. Так, давайте теперь к другой теме перейдем, эта уже тема больше касается моего канала, и вы наверняка заметили, да, что у меня изменился фон, и, конечно, ой, много, в общем-то, было комментариев по поводу фона, на самом деле, как бы, были моменты, я там и психовала, были моменты, я огорчалась, были моменты, я радовалась, но тем не менее, давайте начнем сначала, как бы сразу заявлю, старого фона не будет, который на фоне моей косметики, с вот этим деревом, с лампочками, этого не будет, потому что я на нем снимала уже, не знаю, года два, мне этот вот уже не тут, а где-то уже вот тут вот просто этот фон, и это как бы уже, не знаю, как-то приелось на фоне комнаты, как-то банально, что ли, я не знаю, мне не нравится уже вот этот формат, мне не нравится, как это выглядит у других блогеров, какой бы у них там супер дизайн не был, мне как-то не очень это нравится, и я очень сильно вдохновилась видео того же Джеффри Стара, Ники Туториалс, кто еще так снимает, Дэзи Перкинс, Ластер Лакс, у них офигенный такой вот классный фон, и они его делают с помощью разных тканей, то есть они покупают ткани, потом их вот так вот натягивают, как сзади это вы видите, и получается вот какой-то, вот как по мне это какой-то уже более такой профессиональный уровень получается, очень круто, еще вот тут вот у меня сзади меня, вот если я отодвинусь, да, вот стоит прожектор, который выбивает этот фон, и получается вообще такая как бы, ну, как по мне, так очень прикольно получается, и последние четыре видео, нет, вру, не последние четыре видео, вот два предыдущих было снято уже нормально, а до этого было четыре видео, которые, ну, я с вами на сто процентов соглашусь, а с освещением, со съемкой в целом там, конечно, была беда, почему это происходит, потому что каждый раз, когда что-то меняется, под это надо очень сильно подстраиваться, и под это нужно подстраиваться в плане освещения, в плане настройки камеры, в плане того, как будет стоять, чуть ли не под каким углом, то есть все вот эти мельчайшие просто детали очень сильно влияют на качество, то есть вот, например, если я сейчас поставлю другую камеру, буду снимать другой камерой, при том же всем освещении, то будет совсем другая картинка, и как бы те видео были сняты, наверное, в такой вот период, когда я вообще не понимала, как это все надо настраивать, я вроде бы как вот сделала, то есть я потом пересматривала, мне контент видео нравился, то есть я не хотела их удалять, потому что, ну, как бы я готовилась, я делала там фотографии, делала инсерты, да, вот эти вот клипы маленькие, которые, и мне казалось, как бы, что именно информация сама донесена, классно, и когда я редактировала именно это видео, мне не казалось, что все настолько плохо, вот как-то так, а потом, когда я уже сравнила с другими видео, да, я поняла, что там действительно плохо было, и сейчас вот именно вот предыдущие два видео и вот это видео, мне очень нравится, как выглядит фон, вот сейчас вообще, по-моему, офигенно просто выглядит фон, то есть вот именно так я себе это и представляла, я уже очень много перепробовала разных настроек камеры, какую камеру мне нужно использовать для вот этого вот типа фона, как ставить софтбоксы, потому что, опять-таки, я сейчас снимаю в очках, да, и очень много вот преломлений, да, света, если сейчас софтбоксы светят на меня, как бы, сверху, получается, и таким образом вы видите нормально мои глаза, то есть они не преломляются вот такими бликами, и, в общем-то, это тоже, мне кажется, надо было довольно сильно поиграться с этим, и к чему я это все веду? К тому, что я, опять-таки, хочу выразить огромную благодарность тем зрителям, которые подметили, что фон, но, как бы, выразили это в очень такой, как бы, адекватной и, ну, нормальной форме, да, то есть вы заметили, да, и как бы, как подружки, да, сказали там, что, там, Ир, попробуй, может, там, другой фон, или там, как-то, давай, может, верни старый, или как-то, там, в общем-то, поиграйся с настройками, ну, то есть как-то нормально, адекватно. Были, конечно, комментарии, которые очень сильно меня раздражали, потому что, в основном, вот я вам честно скажу, если вы этим не занимаетесь, то вы, скорее всего, вы не понимаете, что нужно сделать для того, чтобы было лучше, потому что зачастую приходят комментарии вообще просто бредовые полностью, которые абсолютно не соответствуют действительности и тому, что надо сделать реально, чтобы стало лучше, поэтому, как бы, меня это выбешивает, ну, потом я успокаиваюсь и понимаю, что, ну, все равно в этих комментариях есть доля правды, кто-то может промолчать и просто, там, тихонько отписаться и все, и, как бы, пока со своим дурацким фоном, а кто-то реально, ну, как бы, пробует подсказать, и мне это очень приятно, и я рада, что у меня на канале, ну, не знаю, 99%, наверное, очень классных, позитивных, адекватных людей, и я вот эту аудиторию, знаете, вот постепенно-постепенно расширяю, но в то же время я рада, что мой канал не привлекает каких-то совсем уже, я не знаю, больных на голову людей, которые могут откомментировать, там, в стиле, я, там, наложила на тебя порчу, потому что у тебя, там, дебильный какой-то фон, ну, вы знаете, у многих такие комментарии есть, меня это вообще просто в шок повергает, вот, поэтому фон, как бы, будет вот такого вот плана, когда-то такой, когда-то другой, то есть я планирую достаточно часто их менять, они, скорее всего, не будут надоедать таким образом, то есть каждый раз какая-то чуть новая картинка, и на вот таком вот фоне просто офигенно удобно снимать какие-то, ну, заставки, да, превьюшки, то есть ты сидишь там, оп-оп-оп, как-то вот так вот сфоткался пару раз, и все, и у тебя именно очень классная превьюшка получается для видео, это тоже вообще классно, потому что не нужно себя вырезать, куда-то вставлять, чего-то там делать, то есть уже получается сразу готовый материал только чуть-чуть там обработать, может какой-то текст добавить, еще что-то добавить, ну, короче, это работы намного меньше, и меня это безумно тоже радует, и я надеюсь, что вам в последних видео фон нравится, освещение нравится, в общем-то, я надеюсь, что все как бы хорошо, если где-то какие-то недочеты, то я хочу, чтобы вы понимали, что я это тоже вижу, и я стараюсь все исправить, и стараюсь сделать максимально наилучшее качество, которое я только могу, то есть я не стараюсь делать так, и так сойдет, грубо говоря, то есть я постоянно-постоянно стараюсь сделать лучше, вот, ладно, с фоном, наверное, уже надо заканчивать, и так уже наболтало достаточно много, что еще происходит у меня в последнее время, давайте немножко вам пожалуюсь, последний где-то месяц опять возобновилась, обострилась моя проблема с коленом, с коленом одним в этот раз, короче, все дошло до того, что вчера мне делали уколы в колено, как это, блокада называется, по-моему, ну, короче говоря, да, мне вообще вчера ходить нельзя было, но у меня, слава богу, есть замечательный муж, который меня вообще на руках вчера целый день носил, вот, поэтому как-то легче было это пережить, но, да, короче говоря, много я с ним мучилась, постоянно-постоянно болит, в итоге, конкретно сейчас у меня диагноз это воспаление боковых связок и мениска, вот, и как бы я рада, что докопались до диагноза именно, потому что каждый раз мне ставят какие-то новые диагнозы, то у меня одно, то у меня второе, то у меня третье, то четвертое, ну, короче, сейчас вроде как, вроде как так, так, ну, начала я лечение уже со вчерашнего дня, именно мне прописали полностью, что нужно делать, сделали эту блокаду, уже лучше, оно еще болит, конечно, и я сейчас тут сверху такая вся красивая, снизу домашние штаны с утягивающей, этой такой повязкой, как бы поддерживающий сустав, вот, это реалии ютюба, вот, как бы лечусь, и вот сегодня чувствую, что уже вот наступил тот момент, когда идет поворот на выздоровление, и это не может не радовать, потому что, ну, сильно я мучаюсь, тем более у меня левое колено болит, и я не знаю, от чего это вообще, без понятия просто, потому что я почитала в интернете, и врачи мне говорили то же самое, что основная причина, почему вот такой вот диагноз случается, это спорт, я спортом вообще не занимаюсь, вообще, вот, не знаю, года два, наверное, я вообще ничем не занималась, поэтому откуда это взялось, я не знаю, единственная нагрузка, с которой я могу это связать, это вождение, потому что у меня машина на механике, и левая нога постоянно, ну, как бы сцепление, 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 особенно если где-то в пробке, то, ну, вы знаете, если вы за рулем ездите, вот это единственное, с чем я связываю, и в последнее время тоже это так сильно меня поднапрягает, потому что получается, что я, ну, более стеснена в движениях, то есть я не могу себя просто вот поехать, куда мне надо, я скорее буду ездить меньше, чтобы беречь колено, или просить мужа, чтобы он меня завез, у него тоже не всегда это получается, ну, короче говоря, как-то так, но будем надеяться, что в ближайшее время я уже вылечусь, и все будет нормально. И последнее, в общем-то, а, и, кстати говоря, тоже, о чем я хотела поговорить насчет колено, я вот такие вот всякие вещи, кстати, очень часто делюсь ими в своем снапчат, у меня в снапчате уже достаточно много людей добавилось, и это очень классно, мне нравится эту соцсеть развивать, потому что это именно такая, мне кажется, прикольная сфера, куда ты можешь заглянуть как бы в каждый день, да, то есть это как мини-такие влоги, но они в то же время каждый день обновляются и не сохраняются, то есть тоже вот ты сказал, кто-то это увидел, кому надо, кому не надо, не увидел, ну, как бы, и опять-таки, что касается колена, вот вчера и сегодня он еще есть, этот снапчат, но когда вы будете смотреть, его уже не будет о том, как вообще мне это все делали, я, кстати, может, сейчас вставлю, чтобы вы посмотрели, как выглядит снапчат, если вам понравится то, что вы видите, то можете подписаться, я там часто еще делаю распаковки косметики, какие-то мини-обзоры, там еще что-то, ну, такое, абсолютно ненапряжные такие ролики, без особого там качества, там я там не супер там обычно выгляжу, то есть обычно я там без косметики, с какими-то фильтрами, ну, короче говоря, вот как-то так. Блин, мои проблемы с коленями продолжаются, вон сегодня обкалывали колено, вот, раз дырка, два дырка. Фигня у меня с коленями, по последним анализам воспаление боковых связок и мениска сейчас. Блин, офигенный фильтр. Ну, короче говоря, я почитала в интернете, откуда это берется, и первая причина – это спорт. Знаете, каким спортом я занимаюсь? Сейчас я вам покажу. Вон, целый день сижу вот на этом стуле за своим компьютером, и весь спорт. Короче, я вообще нифига не догоняю, откуда у меня берутся грыжи вообще в позвоночнике, может, у меня вторая жизнь какая-то есть. У меня какая-то тяжелая стадия шизофрении, и я, короче, вот такая вот горный олень такой, или лань там скачу где-то по ночам, я не знаю. Конечно, веселого мало, но зато, слава богу, у меня очень классный муж есть, он меня сегодня целый день тупо на руках носит, потому что мне нельзя ходить. Это врач, которая делала укол, мне такая, а вы что, боитесь уколов? Так это не больно, это вообще фигня, вы даже не почувствуете, если берет иголку и прям туда. То есть, грубо говоря, вот берется иголка, и вот так вот по направлению к середине колена, вот туда вот загоняется, вот раз, и два укола делали. Что я сегодня бедный, несчастный олененок вообще, и мне хочется кому-то пожаловаться. Хмик, хмик. Снимаю боль как могу с колена. Это кальян, кстати говоря. Поэтому, если вам интересно еще больше следить за тем, что я делаю, как у меня дела, то можете в Snapchat меня добавлять, это бесплатное приложение, и фоловить, опять-таки, данные внизу. И последнее, в общем-то, о чем я хотела поговорить с вами, это брови, как ни странно. Сейчас у меня на бровях, как это сказать, био-татуаж бровей. Я впервые это сделала себе, потому что я всегда брови просто корректировала, и потом заполняла какими-то продуктами, то помадками, то карандашами, то еще как-то. А вот это я решила впервые в жизни попробовать именно, ну, как это, не татуаж бровей, это окраска, окрашивание бровей, в общем-то, которое длится, ну, конкретно вот это длится, до пяти дней оно держится на коже, и на волосках держится, ну, как у кого, ну, короче говоря, там, недели-две, может, оно продержится. Вот, и мне очень понравилось вообще, я впервые это делала, и вот мне и форма нравится, как это все держится, и мне нравится то, что ты это делаешь, ну, буквально там тратишь на это, может, час, да, потому что ты наносишь, потом ждешь, пока оно высохнет, потом стираешь это, ну, ты тратишь, грубо говоря, час, но потом с ними вообще ничего не нужно делать, там, ну, где-то неделю. Ну, неделю ты максимум там чуть-чуть подправляешь где-то, где, может быть, уже стерлась краска, вышел пигмент из именно кожи. Ну, вот, я не знаю, сейчас у меня в бровях вообще нет ничего, помимо вот того, что вот этот татуаж, ну, не татуаж, я все время называю это татуажем, окрашивание вот этого, только вот это окрашивание, больше ничего нет в бровях, и мне результат очень нравится. Я не знаю, как будет выглядеть на камере, я впервые так снимаю, в общем-то, с таким татуажем, но надеюсь, что нормально. И я, кстати, готовлю для вас видео, такое масштабное о коррекции бровей и о окрашивании бровей. Будет это все на моделях, поэтому я так серьезно подхожу к этому вопросу. Я надеюсь, что вам эта идея нравится, если нравится, то, конечно, ставьте пальцы вверх. И, наверное, буду я на этом заканчивать видео, потому что я так уже, я смотрю, не вижу отсюда, ну, где-то около 16 минут я уже натрепала, поэтому буду заканчивать. Я очень надеюсь, что вам такой формат периодически интересно будет смотреть. Может быть, если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать их внизу. Я буду, может быть, раз в месяц такие видео делать, я не знаю пока. Ну, в общем-то, если есть какие-то вопросы, задавайте внизу, ставьте пальцы вверх, если вам это видео понравилось. Обязательно подпишитесь на мой канал, так как у меня много и бьюти-видео, помимо таких. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!